Переходим к другим темам. Заседание фракции Нур-Атан прошло в Петропавловске. На встрече обсудили четыре вопроса. Антикоррупционную стратегию, развитие физкультуры и спорта, а также реализацию двух госпрограмм. Нурлы-Жер и Нурлы-Жол. Денис Севков продолжит. На повестке дня четыре вопроса. Сначала партийцы обсудили антикоррупционную стратегию. Она рассчитана на 10 лет до 2025 года. По словам заместителя руководителя аппарата Акима области Мереки Мухамедьярова, большое внимание в 2016-м уделяли обучению госслужащих антикоррупционной грамотности. Вместо 1400 человек курсы прошли почти 2000. Кстати, в рейтинге самых коррумпированных регионов страны наша область в числе аутсайдеров. Зато на верхних позициях по вовлечению населения к занятию спортом. 30-процентный порог в Североказахстанской области уже преодолели. Так что задача, которую поставил Нур-Султан Назарбаев, выполнена. Те 30% были бы невозможны без строительства в нашем северном регионе, без строительства крытых спортивных сооружений. То есть мы где бы что ни говорили, есть пропускная способность спортивных залов. Даже если мы говорим, что используем, мы реально используем, особенно на селе. В этом году в Петропавловске завершили реконструкцию стадиона Карасай. Начали строительство универсального теннисного центра. Продолжают возводить ФОК в селе Кишкиниколь у Алихановского района. Но кроме развития спорта, нуротановцев интересует один из важнейших в регионе вопросов – строительство дорог и жилья. В этом году в Петропавловске сдадут в эксплуатацию 16 многоэтажек. Это 1446 квартир. В том числе 7 жилых домов, 603 квартиры для вкладчиков жилства Сбербанка. Также для вкладчиков жилства Сбербанка по линии ООНУ в Батерек строится 3 жилых дома, 231 квартира. Для социально уязвимых слоев населения в текущем году начато строительство 4 жилых домов. Это 400 квартир как для социально уязвимых слоев населения, так и для детей-сирот. На эти цели выделили 4 миллиарда тенге. Итоги реализации программы «Нур-Лежер» обсудят уже на следующих заседаниях фракции областного филиала партии «Нур-Атан». Денис Севков, Михаил Козначеев. Новости МТРК.